Две тысячи лет назад в эту синагогу Харазими пришел Иисус. Это была богатая синагога, видно по декору, даже который сохранился до наших дней. Колонны с перекрытиями поддерживали второй этаж. Вообще надо сказать, что синагоги существовали еще до возвращения израильтян из вавилонского пленения. И когда они вернулись, они сохранили эту традицию. Синагога со времен Эзры и Неемии представляла собой дом молитвы, по сути своей, дом собраний, в котором люди молились, изучали Тору, общались, женились, устраивали свадьбы, плакали, проводили жизнь вместе. Естественно, в богатом городке, в котором был Харазим, синагога была гораздо более серьезных и внушительных размеров. И даже то, что сохранилось до сегодняшнего дня, отражает то, что было и величие. Как Харазим, так и Евсаида были богатым местом. Что-то сродни современной московской рублевке. Люди, проживая здесь, могли взирать на живущих вокруг них сверху вниз, как в прямом, так и в переносном смысле слова. В прямом, потому что это было достаточно высоко в горах, в переносном, потому что достаток и благополучие этих людей были не сравнены с другими, которые жили в окрестных селах Галилеи. Иисус приходит сюда. Иисус приходит в синагогу эту, тем более, что она находилась совершенно недалеко от места его постоянного служения, буквально пару километров в Капернауме. Он приходит сюда и заходит в эту синагогу и обращается к тем, которые управляли этой синагогой. Мы будем читать из Евангелия от Матфея 23 главы. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Сразу возникает вопрос, а что же такое на самом деле Моисеево седалище? Я хочу обратить ваше внимание на то, что находится как раз за моей спиной. Это единственное в мире достоверно установленное Моисеево седалище, которое установлено в этой синагоге для того, чтобы показать нам и вам сегодня, что же на самом деле имел в виду Иисус, когда он говорил. Но если это дает нам представление наглядное о том, как оно выглядело, тем не менее, вопросы по поводу того, что оно на самом деле собой представляло и цель, с которой оно существовало, мы разберем с вами немножко ниже. Писание продолжает и говорит, что фарисеи связывают ноши тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людей, сами же и пальцем своим не хотят двинуть их. Все же дела свои совершают с тем, чтобы видели их люди и расширяют хранилища и увеличивают кисти. Очень много загадочных вещей. Когда я впервые читал Библию, для меня было очень странно, что за хранилища такие, что за кисти. Хранилища – это прямоугольные, сделанные из кожи, так называемые филактерии, о которых пишет Писание в 6 главе книги Второзакония, когда написано «повяжи их в знак на руку твою, и добудут они повязкою над глазами твоими». Евреи брали Слово Божие, записывали его и помещали определенные куски из торы, помещали в эти специальные кожаные коробочки, прикрепляли, чтобы они были перед глазами. Естественно, что они были разных размеров. Еврей, который идет на молитву, обязан был всегда носить это перед собой. Чем больше, тем считалось, что ты богоугоднее в глазах людей. Кисти, о которых здесь говорит Иисус, это была часть одежды, предписанной Господом Богом, так называемые кисти цицит или позднее ставшие молитвенными покрывалами, которые каждый еврей по достижении обязательно совершеннолетия, когда Иисусу исполнилось 12 лет, обязаны были носить это постоянно, всегда, день и ночь. Женщина, которая страдала кровотечением, в оригинальном тексте она коснулась не краев одежды Иисуса, она коснулась цицит или кистей на краях его одежды, что указывает, что Иисус абсолютно соблюдал заповеди Торы и ходил в этой одежде. Но одно дело выполнять заповедь Торы, а другое дело делать из своей одежды предмет, глядя на который другие завидуют, а ты гордишься. Именно против этого предостерегает наш Господь Иисус. В отношении же свидалища Моисеева, казалось бы, это совершенно очевидно. Место, где сидит Моисей, не все так просто. Мы попытались найти во всей древнееврейской литературе или роминистической литературе место, или хотя бы одно ясное место, в котором есть эта терминология свидалища Моисеева. И вот со всего обилия еврейской литературы удалось найти только одно место, в котором говорится «сказал раби Аха». Верх круглый у престола, и можно рассматривать, как связано со словом «повозки» или «агалот», или «колесницы», как мы читаем у языка Иля. Подобные мы видим и в седалище Моше, или в седалище Моисея. И подлокотники с двух сторон, и подлокотники с двух сторон. И хотя подобные, не точно такие седалища были обнаружены в разных местах, в том числе в Европе, например, на острове Дилас, или в других местах, считается, что это седалище может соответствовать двум целям. Прежде всего, как выражаясь языком Талмуда или языком традиционного литургического еврида, это может быть «катедра Леорайта де Моше», то есть «седалище для Торы Моисея». Один из возможных вариантов, что на самом деле это место использовалось для того, чтобы на него ставили Тору или свиток Торы, когда его вынимали из шкафа, в котором оно находилось постоянно. Может быть, еще несколько интересных мест. Наиболее принятым или наиболее распространенным мнением по этому поводу является, что все-таки это было место не на которое ставили Торы, а на которое восседали учителя Торы, то есть главенствующие в этой синагоге. И значит, все, что он говорил с этого места, должно было восприниматься, может быть, если не как истина в последней инстанции, то, по крайней мере, авторитетное учение. Интересно, что Иисус выдвигает здесь один очень интересный принцип. Он говорит, вы должны поступать согласно тому, как говорят вам ваши учителя, «Однако по делам их не поступайте». То есть то, чему вас учат, вы должны быть послушны. Иисус, иными словами, поразительно для нас говорит или утверждает здесь, что раввинистическая экзегеза или раввинистический способ толкования Писания или, если хотите больше, раввинистическое понимание Аллахи или правил поведения или освящения вытекающего из Слова Божьего, надо их слушать. Они являются верховным авторитетом в большинстве случаев, когда это не противоречит Торы. «По делам же их предупреждает Он, однако вам не надо поступать». Нам может показаться, по крайней мере, так нас учили всегда, что Иисус на каждом шагу по любому поводу выступает против фарисеев. И действительно, в очень многие случаи Он не согласен с учениями некоторых фарисеев, в то время как с другими Он согласен. Сказал Раби Хия, я читаю вам из Ваикра Раба 35.7. Сказал Раби Хия, фарисей, послушайте внимательно. «Осуждение учителя, которое не следует собственному учению, мы находим в наших трудах. Учащийся и соблюдающий не подобен тому, кто учит и не соблюдает. Учащийся соблюдать и не соблюдающий, лучше бы ему не родиться». Сказал Раби Йоханнан, «Учащийся соблюдать и не соблюдающий, лучше бы было, чтобы пуповина задушила его и не вдохнуть ему воздуха этого мира». Дорогие мои, это говорит раввин, который полностью согласен с учением Иисуса. То есть, среди фарисеев были фарисеи, которые осуждали других фарисеев. Более того, свод законов фарисея, Талмуд перечисляет 7 видов лицемерия фарисеев или фарисеев-лицемеров. И вот что об этом поводу говорит Талмуд. Фарисей шхемский – это тот, кто поступает по обычаям шхема или сихема, обрезываясь не ради обрезания, а ради того, чтобы люди его почитали. Второй вид – фарисей спотыкающийся, такой, что из ложного смирения ходит, не отрывая ног от земли, и постоянно обивает ноги о камни. Третий – фарисей кровопускающий, согласно Вавилонскому Талмуду, это человек, который не подымает глаз, чтобы не смотреть на женщин, и потому разбивает голову о стены. По трактовке Иерусалимского Талмуда – это человек, который, готовясь согрешить, совершает доброе дело или митцву, чтобы сохранить равновесие между грехами и заслугами. Фарисей – пест, который, как пест приступе, ходит, склонившись, демонстрируя смирение. Фарисей, который всегда говорит, что я обязан еще сделать, можно было подумать, что это достоинство, но он спрашивает, что я обязан еще сделать, словно уже сделал все, о чем знал, что надо было сделать. Фарисей – от любви, от любви к награде на небесах. Фарисей – от страха, от страха наказания на небесах. Подобно этому же в апокрифах звучит осуждение лицемерию фарисеев, так, например, завещание Ашера. Иной крадет, обижает, грабит, крастолюбив, но бедных жалеет, и это двулика, но все в целом – это зло. Отнимающий у ближнего своего гневит Бога, ложно клянется Всевышним, а нищего жалеет. Наставляющего в законе Господнем гонит и хулит, а беднягу подает помощь. Душу пятнает он, а тело украшает, многих убивает и немногих жалеет, и это двулика, и все в целом – зло. Иной продается блуду и разврату, а от пищи воздерживается, и в посте злые дела творит, и силой богатства многих протесняет, а наставление дает, и так далее, и тому подобное. То есть мы должны понять, что лицемерие – это не только зло фарисейства, но было во времена Иисуса, было среди фарисеев. Иисус осуждал, и сами фарисеи осуждали то, что происходит. Поддержите ТВ-семинарий «Молитва и финансы». Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект «Молитва и финансы». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Еще одна проблема, которая всегда была, что люди делают из учения в доме молитвы, работают на себя, или заработают. Вот что говорит по этому поводу Рамбан. Я уже не хотел писать на эту тему, ибо она уже достаточно разъяснена. И ведомо мне, что сколько бы я ни говорил, не послужит, не послушает мужи великие в Торе. И, может, никому не помогут слова мои, но все же скажу без лицеприятия, к тем, кто жил прежде и к тем, кто живет теперь. Знай же, что совершенно ясно говорит текст, что всякий, кто делает из Торы кирку, чтобы копать ей, то есть превращает ее в средство заработка, всякий, кто получает почет Торы в этом мире, отсекает свою душу от мира градущего. Но люди закрыли глаза на это, и бросили за спину, и опирались на сложные толкования простых вещей, которых не поняли, и установили законы для отдельных людей, для целых общин, и установили налог для назначенцев от Торы, и вынудили людей поверить в совершеннейшую чушь, что необходимо поддерживать мудрецов и учителей Торы, для которых Тора ремесло. По-моему, мне кажется, что ничего более актуального нет для нашего времени. Кто говорит эти слова? Равин. «Вас же пусть не называют Рави, учитель, ибо один у вас учитель, вы же все братья, и отцом своим не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец Небесный, и пусть не называют вас пастырями, потому что пастырь у вас один Христос». Я не думаю, что Иисус имел в виду, что мы не должны называть отцами своих физических отцов. Я не думаю, что Иисус имел в виду, что мы не должны называть учителями тех, у кого мы учимся. Вопрос не в этом. Наверное, надо вспомнить о том, что в Израиле наибольшая почесть всегда оказывалась учителем. И, как я уже говорил, если попадали двое в плен, отец и учитель, необходимо первого было спасти учителя. Исключение составляло только тот случай, если отец являлся учителем. В принципе, Иисус здесь показывает приоритет духовного над физическим, или приоритет знания над невежеством. И в любом случае, какое бы учение мы не получали, наш верховный учитель, наш верховный пастырь является Господь Бог Ешуа. В израильской армии есть одно интересное правило. Если ты идешь на войну, и тебе удали приказ, этот приказ античеловеческий, и ты его выполнил, судить будут и твоего командира, и тебя. Это сделали после Нюрнбергского процесса, когда подсудимые говорили, я всего лишь выполнял приказ. Так вот, такого, чтобы никогда не повторилось в израильской армии, закон гласит, что если ты считаешь, что приказанное тебе противоречит человечности и гуманности твоей совести, ты не просто можешь, ты обязан ослушаться этого приказания и поступить по-своему. Тебя, возможно, потом будут судить, но, тем не менее, ты должен поступать согласно своей совести. А если наоборот, ты поступишь согласно тому, что тебе сказали, ты станешь соучастником преступления, и тебя будут судить точно так же, как твоего начальника. К чему я это все говорю? Мы очень часто говорим, что вот нас так научили, нам так сказали. Наши учителя, наши наставники. Все это, конечно, хорошо и здорово, потому что он имеет форму уважения к старшим. Но, по сути своей, мы должны помнить, что за каждое свое слово и дело мы даем отчет перед нашим Учителем Небесным, который единственный Учитель. И как бы нас ни наставляли, как бы мы ни оправдывались перед Господом Богом, что нас так научили, он скажет, я знаю, что вас так научили. Я спрашиваю тебя, не почему тебя так научили, за это я спрошу того, кто учил, а спрашиваю из тебя, почему ты так научился. И в этом смысле, конечно же, Иисус наш пастырь, наш Учитель и наш наставник. А мы прощаемся с вами и уходим из этой синагоги, оставляя свидалище Моисеева, даба оно могло свидетельствовать еще многим другим пришедшим, о чем именно говорил Иисус. Эти стены, некогда несущие в себе величие и славу людей, которые жили здесь, но Иисус проклял и Бефсаиду, и Хоризин, и ничего в этом месте сейчас нет. Только руины напоминают о былом величии. А нам с вами остается надеяться, что несмотря на отсутствие величия в этой жизни, последние все-таки станут первыми. Да благословит вас Господь Бог. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok